Всем привет! В этом видео я вам сейчас расскажу о таком, ну тоже как... Я называю его томатом, помидором, но это абсолютно не томат, как физалис. То есть сейчас буду сажать физалис. Но физалис вообще он даже и по вкусу не похож, но по самому плоду в принципе что-то есть в томате. На самом деле физалис очень хорошо подходит для того, чтобы их мариновать. Они очень вкусно маринованные, но в сыром виде... Ну честно скажу, это довольно-таки налюбительно. То есть я не очень его люблю в сыром виде, я могу добавить его в салат, там смешать вместе с помидорами. Да, это будет вкусненько. Просто так его употреблять в отдельности я бы... Ну вот именно сам бы я не стал. Поэтому сейчас буду сажать его просто на засолку и на салат. То есть сейчас посажу довольно-таки немного кустов. Ну вообще, это низкорослый физалис. Есть высокорослый, есть низкорослый. Это низкорослый физалис, и в принципе он также подошел бы для открытого грунта, если бы мы жили на юге, но мы не совсем на юге живем. Поэтому это все будет дело расти в теплицах. Ну, это физалис мелкий, есть более крупный физалис. Физалис вообще есть разный. Это вот именно сейчас буду сажать мелкий, потому что для маринования. Если хотите там для салатов или есть просто так, я бы, конечно, советовал лучше сажать крупный. Ну давайте сейчас сделаем бороздки. Ну сейчас на данный момент просто сажаем его до тех пор, чтобы выросла какая-то рассада, и потом будем пересаживать его уже отдельно в баночки. То есть не сразу же сажаем по одной косточке в банку, а по отдельности. То есть сначала проросло, потом его с этой баночки вытащили и посадили в большую. Вот. Так, ну упаковка у нас какая? Здесь такая русский огород. В принципе, ну довольно-таки нормальная упаковка. Вот она. Ну дополнительная в коробочке. Это, ну какое преимущество? Это преимущество в том, что вы когда открываете, ну надрываете пакет, то у вас потом они не будут высыпаться, потому что вы все равно столько семян, я думаю, навряд ли будете сажать. Это просто очень много одного сорта и куда столько кушать. Так, а что у нас еще дальше пишет производитель? Где произведено? Ну, в общем, в Московской области, да, в Московской области делают очень много семян. Ну, давайте сейчас, так, давайте сейчас пока отодвинем. Высыпем немножко на стол. Вот они у нас такие семечки. Кстати, довольно-таки крупные семечки у физальца. Вот здесь, именно вот в этом. Ну, и данный сорт я не пробовал, поэтому что он будет представлять из себя по вкусу, я не скажу. Ну, и сажаем примерно с таким расстоянием, чтобы можно было потом довольно-таки легко его вытащить, не повредив корешок, потому что сажать будем, когда только как прорастут. Ой, ну ладно, что-то я слишком много уже стал бросать в одну лунку. Немножко переизбыток. Я столько физальца не хочу. Так, ладно, давайте теперь это все присыпаем. Сажаем неглубоко, потом аккуратненько польем водой, ну, чтобы семена тоже не всплыли и не перемешались. Вот. Так, оставшиеся семена убираем в баночку. Ну, и, в принципе, все готово. Сейчас я еще останется только полить. Ну, это все, что я вам хотел рассказать про физалис, вообще, как я к нему отношусь и куда его использовать. Кстати, в магазинах он продается, там, в всяких пятерочках, но он стоит дорого. Я не знаю почему, ну, 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 пускай. Это точно так же, наверное, что, ну, мало людей же занимаются огородом, я имею в виду, ну, такого, когда человек на пенсию не уходит, поэтому я не знаю всяких таких интересных растений, таких, как даже кабачок, спагетти, там, допустим, который довольно-таки тоже прикольный, такие, как физалисы. Ну, физалис, ну, все равно, для меня физалис очень такой специфический. В общем, спасибо вам за просмотр. Поставьте палец вверх. Пока-пока.